Всех приветствую на своем канале. В комментарии мне предложили тему расклада. Это новые отношения мужчины с другой женщиной. Насколько они серьезны, как давно они возникли и в итоге, что будет у загаданного мужчины с женщиной, которая смотрит расклад, девушка. Ну, по сути, это тема, что у него с ней или отношения в любом треугольнике. Ну, мы давайте так назовем, да, как прозвучало в комментариях, как оно называлось. Это новые отношения мужчины, так как это расклад все-таки общий, поэтому могут мужчины тоже смотреть. Давайте посмотрим. Ну, давайте начнем с того, насколько давно эти отношения начались, как они завязались. Достаточно давно. По карте смерти старший аркан давно это началось, но я вам не скажу здесь год, полгода, месяц. Для каждого давно это будет свое. Я могу сказать, что мужчина их долго скрывал. Семерка жезлов это отгораживаться, прятаться. Очень тщательно, давно скрывал. И здесь выпадает карта семьи. От семьи, от, конечно, или от супруги, или от женщины, с которыми проживают. Да. Давно. Ну, что тут? 7-10, 7-10 месяцев на это может указывать срок. Но вы смотрите по своей ситуации давно, достаточно давно, к сожалению. И начались они с какого-то еще переломного момента в его жизни. Давайте раскроем карту смерти, потому что что-то это вот как жизнь у него на до и после разделилось. Но это понятно, потому что это серьезное изменение в жизни. Но это сединогорду, бес в ребро, независимо от возраста. Не хватает чувств, не хватает эмоций. И нет наполнения в этой сфере. Но здесь карты показывают не, знаете, не интимное желание вдруг там ударило в голову. А здесь показывают чувственную сторону. Не хватало эмоций. Любви нет, пишет. Пишет, да, говорит. Туз кубков любви, что нет, нет, переживаю за того, не хватает. Хочется отношений эмоциональных, эмоций не хватает. Вот из-за этого получилось. Давайте посмотрим, насколько серьезны эти отношения. Вот сейчас мне хочется, знаете, как посмотреть и с его стороны, и со стороны его другой девушки. Потому что если серьезность будет присутствовать и там, и там, это может зацепиться надолго. А если это серьезность с одной стороны, то еще вопрос, насколько долго этот союз может дальше продолжаться. Вот хочется мне так посмотреть, со стороны мужчины, насколько, ну, довольно-таки серьезно у него все. И переживаний у него много по этому поводу. И продолжаться это будет долго. Ну, в общем, влюбился он сильно, рыцарь кубков. И надолго семерка Пентакли. И переживает он из-за этого сам, если, конечно, вам это интересно, потому что понятно, что тот, кто смотрит этот расклад, больше переживает за себя, чем за его переживания. Ну, давайте посмотрим, насколько это серьезно со стороны женщины. Она будет бороться не на жизнь, а на смерть. Любыми путями она его захочет отнять. Другое дело, что не имеет такой возможности. Не получается пока. Но она настрой, очень боевой настрой, вплоть до, если такое ей вообще присуще, вплоть до магических способов по дьяволу. Это борьба любой ценой. Вот, хочется сказать, душу продаст за все. Но почему? Но, с другой стороны, у нее не получается это сделать. У нее ограничения здесь. Она, что бы она ни делала, у нее не получается пока поднять этого партнера. Она хочет его к себе привязать, но у нее не получается это сделать. Но, хоть раскладываем на мужчину, но у нее все равно хочется спросить, а почему не получается? Потому что это у нее, вижу цель, не вижу препятствий, но все-таки препятствия есть, и какие они? Она все-таки не может дать чего-то мужчине того, что ему нужно. Очень такая интересная ситуация, потому что видно, что он влюблен. Но все равно она как-то вот бессильна в отношениях с ним. Здесь, скорее всего, ее переживание о том, что он с ней не останется. Ну, скажем так, она-то его привязать хочет, но она в своих силах и возможностях очень сильно сомневается. Вот, что я здесь вижу. Она боится, что у нее не получится его привязать, его увести, но желание у нее просто дикое. А почему тогда он переживает, давайте спросим, почему он переживает? Вроде он там влюблен, а он переживает-то почему? Ну, потому что трое человек завязаны в этих отношениях. Потому что обязательства он чувствует. Рыцарь Пентакли, королева Пентакли перед вами, перед его женщиной, женой. Первой женщиной, да, та, которая на него расклад смотрит. Потому что он в обязательствах. Он, вот знаете, я не хочу здесь его защищать, но он переживает из-за того, что он чувствует себя под лицом. Все равно он знает, его совесть мучает. И обязательства есть. Он влюбился, а есть и обязательства. Давайте посмотрим, как он будет действовать дальше в новых отношениях. И что она, будет ли она что-то делать. Потому что хочет она, хочет, но как-то сил маловато, уверенности в себе нет. Желание велико, но нет уверенности. Паш Мачей. Вот он здесь пока ничего не делает, но он понимает, что эти отношения неправильные. Так не должно быть. Выпадает карта справедливости, выпадает карта Пажа Мачей. То есть это сам себя осуждает. Сам себя осуждает и понимает, что неправильно это. Что надо восстанавливать ваши отношения. Что надо работать над вашими отношениями. Но пока его вот по дураку, по колеснице туда и по звезде. Старший Аркан, вот его туда тянет, манит. Ну это все, это потому что от рыцарь кубковый там выпал. Все потому что влюбленность у него есть. Вот пока он туда и будет таскаться, скажем так, неутешительный пока прогноз на ближайшее время. Но он хотя бы осознает, что эта ситуация нехорошая. Сам себя карит, если вам это интересно. Он переживает тройка Мачей. Он Паш Мачей. Он сам себя осуждает. Потому что вот если бы просто Паш Мачей, ну и это могли быть ссоры, склоки с вами. Но нет, справедливость. Он это осуждает. Осуждает, понимает, головой понимает, а чувствами ноги его туда несут, и колесницы его туда несут. Что она будет делать? Надеяться на чудо, на то, что он все-таки будет с ней. Это опять надежда выпадает. Ну то есть сделать, собственно, она уже ничего не сможет. Вот я уже сказала, она хочет его привязать, но нет у нее возможности. Не получается по тем или иным причинам. Нет уверенности в себе. Нет рычагов, давления на него. Она просто будет надеяться на него, что он... Мало того, она еще и надеется на то, что он ее будет обеспечивать. Возможно, мужчина сам хорошо обеспеченный. Здесь Пентакли изначально выпадали. Пентакли. Здесь она его видит как император. То есть какого не было бы статуса мужчины, в любом случае она его видит более обеспеченным и статусным, чем она сама. И она чувствует, что он бы мог ее поддерживать. Но вплоть до того, чтобы полностью обеспечивать ее. И вот она это... Он для нее шанс. Он для нее шанс. Я не вижу с ее стороны любви. Я вижу ее заинтересованности в поддержке. А он... Ну, это классическая ситуация такая. Надежда на то, что вот она себе такого мужчину может оторвать. Здесь вот все-таки показывается, что даже если вы не считаете, что он там император, да, вот для нее он таким является. А ему нравится такая ситуация, что она там может ему поклоняться, да, возносить, превозносить его. Ну, давайте и смотрим, что в отношениях дальше с вами. Как он себя будет вести дальше в отношениях с вами. Вообще, здесь победа на вашей стороне. Он придет к вам на разговор. Он будет, значит, каяться, десятками, чей, говорить о том, какой он плохой и нехороший. Он может... Ну, в общем, придет к вам на поклон. Будет это, наверное, в более дальний период, потому что пока его по старшим арканам несет туда. Но будет говорить о стабильности с вами. Все-таки через какой-то промежуток времени. Вы знаете, все-таки здесь, несмотря ни на что, если, я не знаю, не поворачиваюсь так язык сказать, все-таки здесь человек совестливый. Но так случилось у него в жизни. Я понимаю, что скажете вы, какая там совесть, если он там с другой встречается. Но вот у него произошло так в жизни. И он за это переживает, сам себя корит. Все-таки по прошествии времени, если вы, конечно, его примете. Потому что вы здесь оба мечевыми выпадаете. Во-первых, вы его встретите прохладно. Но все-таки вы пара. И он будет говорить о том, что вы уже давно вместе. И вам нужно эту стабильность продолжать и сохранять. И будет очень долго и слезно рассказывать, как он переживает. И как он был неправ. И как он убит. И в общем, знаете, какая ассоциация идет? Лежачего не бьют. Вот он будет в такой позиции к вам придет. Лежачего не бьют. Вот скажет, вот я и так весь убит. Еще фильм один такой был. По-моему, «Любовь и голубы». Руби, сынок. То есть вот придет вам и скажет, вот все, режь меня, руби, что хочешь, что и делай. Я весь полностью в твоем распоряжении. Но только давай возвращать эту стабильность нашу, которая была. Вот так здесь показывается. Давайте посмотрим еще что-то. Продолжение истории. «Императрица». Императрица знает, что она императрица. Это вы. Кто-то из вас, многие из вас захотят лучшего шанса для себя, лучшей судьбы для себя. У кого-то к тому времени может завестись вообще новое знакомство по Тозу Жезлов. Я так вижу, что у вас вообще ситуация может к тому времени сложиться так, если вы, конечно, дождетесь вообще. Ситуация счастливым образом может сложиться так, что у вас завяжется какое-то новое знакомство по Тозу Жезлов. Это новое какое-то увлечение для кого-то это могут быть новые отношения, для кого-то это может быть новая работа, новые интересы. Но вы будете себя чувствовать, ну, как будто он не достоин вас. Давайте совет посмотрим. В данных отношениях, вот, в позиции совета карта вам говорит о том, что все возможно сохранить. Можно вернуться к тому, что было, если только вы этого захотите. Потому что вы перед ним, императрица, все-таки вы более статусная, чем он, несмотря ни на что. А он являлся императором. Ну, то есть здесь каждый, в этих отношениях, каждый из трех тянулся за чем-то высшим, за чем-то большим. Вот. Поэтому она тянется за ним, за императором, потому что она его для себя считает императором. Он, здесь король мечей, он тянется за вами, вроде он, как и вы, и пара на равных король мечей, крыльям мечей. Оба люди с разумом. Но вот что-то у него, что-то пошло не так, как бывает в интернет-браузере. Эрор, ошибка 404. Программа поломалась у него, поэтому в чувство ударился. А так, в принципе, даже неудобно так говорить, но это два разумных человека, которые понимают, что к чему. Вот у него случилась эта ошибка программы, и он теперь, как пчела на мед, тянется на вас, на императрицу. Вы знаете, вы можете его принять так снисходительно, имея тот козырь в рукаве, что после этой ситуации, если вы все-таки его примете, можете делать все, что захотите сами, потом вести себя так, как вам угодно, если вы понимаете, о чем я. То есть ни в чем себе не отказывать, абсолютно ни в чем. И если вдруг у вас возникнут новые отношения, вы можете свободно... Я это не советую, просто предполагаю, потому что вижу тут туз жезлов, тут, может быть, и так же и ваше влечение к кому-то, страстное, я говорю, и к работе, и к новому человеку. И вы будете считать, что вы теперь можете позволить себе все, абсолютно все, даже то, что он по этой ситуации когда-то позволил себе. Ну вот такой здесь расклад. Спасибо, что посмотрели. Пишите, предлагайте свои темы для общих раскладов, пишите ваши личные вопросы. Я посмотрю их кратко в отдельное видео, там, на несколько карт, бесплатно лично сделаю расклад. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И всем спасибо за просмотр, всем до свидания.